Сейчас встретить в общественном транспорте человека, читающего именно бумажную книгу, стало гораздо труднее. А все потому, что на смену пришли новые источники информации. Так ли это на самом деле? О пользе чтения едва ли приходится говорить. Источник знаний, друг, вдохновитель, как только не называют книги. Все любители традиционного чтения, то есть книг в бумажном переплете, сходятся во мнении, что печатное издание несет в себе особую энергетику. Каждая имеет свой вес, оформление, неповторимый запах и уютный шелест перелистывания страниц. Наверное, все-таки вот это какая-то душа книги, нравственная составляющая книги, которую трудно найти в электронном издании. Перелистывая странички, где-то есть какие-то закладки, где-то есть читательские какие-то пометки, и все это как бы отражается, наверное, на тебе. Об электронной книге этого не скажешь, но у нее есть свои преимущества. Она компактна, при этом может хранить в себе целую библиотеку. В ридере можно настроить размер шрифта, и к тому же есть такие книги, которые никогда не издавались на бумаге и существуют только в электронном виде. В плане носителя, конечно же, бумажные приятнее, полезнее для здоровья, для зрения, но, я думаю, имеют место быть и современные устройства. Например, в дороге очень удобно, электронные книги. Скорее, только в таких случаях. А так, конечно, бумажные. Книга будет вечно. Конечно, технологии у нас идут вперед, иногда опережают наше, как говорится, осознание мира и понимание мира. Но, тем не менее, я полагаю, что книга должна остаться ввиду того, что некоторые, например, взрослые категории населения, они не успевают за познаванием интернета. Нельзя не учитывать тот факт, что время диктует свои правила. Даже консервативная библиотека, чтобы угодить современному читателю, претерпевает изменения. Не так давно в Горьковке открылся сектор электронных ресурсов. Новый отдел в первую очередь ориентирован на студентов и всех тех, кому нужно найти информацию с помощью электронных источников. Таких посетителей достаточно много. Порой даже не всем хватает в зале места. В нашем случае, особенно, это немножко другой вид информации. Все-таки к нам приходят в основном за учебной, и чтобы было проще найти, а уже если чего-то не находят, идут за книжным вариантом. Но если учесть то, что уже у нас на следующий год поставлена в планах оцифровка наших фондов, и в том числе в первую очередь будет оцифровываться литература, которая нужна студентам, то вполне может быть, что, конечно, пользователей будет больше у нас, нежели в обычных залах. Если человек действительно любит читать, то ему не особо важно, в каком виде, электронном или бумажном, он будет держать перед собой то или иное произведение. Ведь если книголюк привык к бумажному переплету, то также со временем может положительно отнестись и к ее электронному заменителю, при этом не выбирая что-то одно, а лишь чередуя в зависимости от настроения и ситуации. Очевидно одно – современные планшеты, айфоны и смартфоны займут достойное место. Однако бумажные носители знаний еще долго не прекратят свое существование. Книга была, есть и будет.